Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня память Василия Великого и обрезание Господня, таинство, я бы так сказал, обрезание, отменено у нас христиан. Павел нас научил, сам обрезанный был, осмодневно обрезанный, сказал нам, что во Христе Иисусе обрезание и необрезание ничто же может, но только вера, действующая любовью. Но сам обряд был священным и сохраняет свою силу у мусульман и иудеев, поскольку они Аврамовы дети по плоти. Аврам обрезал своего сына Исаака восьмый день по рождению, а Измаилу было к тому времени где-то лет 13, где-то так они и обрезывают своих мальчуганов. значит, в этом возрасте. Заветы, заветы, они были разные, и когда Бог смыл грязь человеческую из земли потопом, то на небе была радуга. И вот первый знак завета – это явление в небесах, знак того, что я вас водой больше не погублю. А потом через Авраама Господь говорит, обрежь мне, ну и сам обрежься, и обрежь детей своих. И вот уже здесь закон не в небе, не в облаках, а на теле. И ты носишь с собой знак своего завета, и, в общем-то, забыть его не можешь. Но если ты думаешь о Боге, то ты помнишь, что ты обрезанный, и это знак твоего завета с Богом – Авраамический завет. Ну, а уже нас, христиан, мы, когда присещаемся к крови Христовой и телу Его, то мы слышим слова святые, которые Господь Иисус сказал на тайный вечер. Он говорит, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и пейте от нее все сия кровь моя нового завета, кровь за вас изливаемая во оставление грехов. Значит, мы обручены с Богом уже не через облака и не через крайнюю плоть, а через кровь завета вечного, через кровь страдания Христа Господа и через его архиерейское богослужение, потому что он архиерей вечных благ, он сам себя принес в жертву, и он архиерействует не через овец и козлов, а через свою безгрешную плоть, отдавая себя на раны, проливая свою кровь, и вот в этой крови Христовой, крови Нового Завета, у нас Новый Завет с Богом нашим. Но Христос пришел в мир исполнить закон, и он тоже был обрезан. Это первый день, когда Христос почувствовал на себе железо, и когда пролилась его кровь. Когда рожала Мария Иисуса, то, очевидно, Рождество было необычное, поскольку зачатие было необычное. Что такое обычное зачатие, вы знаете. А там было необычное зачатие. Там Архангел явился, благовествовал ей в сошествии Духа Святого, и она зачала без всех тех дел, которые нам известны, как грешникам, простым людям, как зачинаются дети. А там было другое. Там было Архангельское слово, наитие Духа, и зачатие в очреве без семени. Соответственно, и рождение должно было быть другим. Она, как учит церковь, родила сына без всяких болей, криков, этих мук, этих всех долгих потуг, когда женщины лежат, там кресли сутками иногда лежат, орут бедные, плачут, каются, и тужесть рожают на свет свое святое. То, что им Бог дал в очреве. Мария родила иначе. Она родила без греха зачала, и без греха родила. А вот боль первую, потому что ребенку тоже больно. Рождающий ребенок, он тоже мучается, он орет бедный, он там, понимаешь, думает, куда я пришел вообще, зачем это все нужно, что за кошмар вообще меня ждет дальше впереди, что мы там думаем, когда рождаемся, это мы уже забыли. Христос родился тихо, спокойно и мило, и свято, и безгрешно, как и зачался. А вот первая боль – это обрезание. Там бритва, там крайняя плоть, там кровь полилась, и там дитё заплакало, и там железо коснулось его. И вот это великий день. Кроме этого, важно, что в сей день нареклось ему имя Иисус, объявленное отдельно матери Гавриилом и отдельно отцу, мнимому отцу Иосифу, значит, до рождения Христа, прежде, нежели зачатись ему в очреве. Имя уже было готово. Это не была девочка, это родит сына. И сына не с каким-то именем, а вот назовешь его Иисус. Значит, и вот это имя должно было быть дано ему в день обрезания. Дмитрий Ростовский в этом смысле цитирует песню «Песня» и говорит, что имя твое – это мира пролитое. Пока мира скрыто, оно не пахнет. Но вот банку открыли, например, с миром и пролили его. И вот запахло. Всем в храме и же суть. И вот имя Иисуса в обрезании пролилось, и вот назвали его этим именем, которое было известно заранее. «А мы с вами должны молиться именем Иисуса». То есть мы должны знать, что день обрезания – это день Иисусовой молитвы. И все верующие люди должны часто-часто, часто-часто-часто, очень часто-часто-часто повторять слова молитвы с именем Христа Спасителя. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помоги мне! Господи Иисусе Христе, не оставь меня!» «Господи Иисусе Христе, помоги Ему!» «Господи Иисусе Христе, сохрани нас!» То есть сегодня день Иисусовой молитвы, поскольку сегодня эта пролитая мира пролилось и запахло. Заранее предсказанное имя дано Божьему Сыну, родившемуся в бессемене от Девы Марии. Вот такой сегодня праздник, христиане. Молитесь почаще именем Иисусовым. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин